МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о лобовом столкновении автомобилей на улице Тецовская. Обоих водителей госпитализировали с места происшествия. Убийство 33-летнего мужчины в Нижнекамске раскрыто. С заключением подсражек консильной причине применения в судебном решении. Кого обвиняет следствие? Обвиняемому в смерти автоинспектора Артуру Сотрудинову хотят переквалифицировать статью, на что рассчитывает государственное обвинение. Это и не только прямо сейчас. Лада 14-й модели и Volkswagen Polo лоб в лоб столкнулись на улице Тецовская в Казани. Удар был такой силы, что водителя отечественной легковушки зажало в искореженном салоне. Вырезать его пришлось спасателям. Пострадал и водитель иномарки. Айрат Назипов был на месте происшествия спустя считанные мгновения после столкновения. Спустя считанные мгновения после происшествия на место аварии приехали оперативные службы. Спасатели совместно с медиками пытались оказать экстренную помощь пострадавшему автомобилисту. Важна была каждая секунда. Пока спасатели пытались оперативно достать молодого человека из искореженного автомобиля, медики готовили носилки и оказывали всю необходимую первую помощь. Помощь потребовалась и второму участнику аварии. Водитель Volkswagen жаловался на боли в ноге. В итоге обоих мужчин госпитализировали с места происшествия. Позднее врачи диагностировали у 32-летнего водителя Лады закрытую черепно-мозговую травму. А 54-летний мужчина за рулем иномарки получил закрытый перелом правого бедра. По рассказам очевидцев, водитель Лады 14-й модели выехал на полосу встречного движения, в результате чего он столкнулся лоп-лоп с Volkswagen пола, едущим на своей полосе. Километров 60 я вот за пола ехал так, до лидера. Ну, километров 60 мы ехали. То есть скорость небольшая была? Да, потому что там знак-то 40. До госпитализации водитель иномарки рассказал своему знакомому, владельцу Volkswagen, как все произошло. Он говорит, что вылетели. Я говорю, домой ехал, вылетели. И там, что там дальше, я не успел, его забрали. После осмотра отечественного автомобиля стали ясны сопутствующие факторы выезда Лады на встречную полосу. На автомобиле была установлена как летняя, так и зимняя резина. О скорости водителя Лады 14-й модели до момента столкновения говорит спидометр. Стрелка замерла на отметке 70 км в час. В деталях происшествия еще предстоит разобраться сотрудникам госавтоинспекции. Айрат Назипфин Архотепов. Вызов 112. Один человек погиб в результате столкновения трех машин рядом с поселком Бирюли в Высокогорском районе. На 30-м километре автодороги Казань-Малмыш столкнулись ВАЗ-2107, Лады Калина и Hyundai Solaris. Один из автомобилей на большой скорости выехал на встречную полосу. Все подробности в репортаже Анны Городновой. Он сразу на след. Мы подошли к нему, у него зрачки еще уже расширены. Прибывшим на место аварии медикам оставалось лишь констатировать смерть водителя Жигулей 7-й модели. Мужчина, по рассказам автомобилистов, после аварии уже не подавал признаков жизни. За секунды до столкновения он оказался на полосе встречного движения. То ли с управлением не справился, то ли что. Ну, его на встречку выкинул. Я что-то вижу, он все ближе и ближе, фара ближе, ближе, он бам-бам-удар. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор иномарки. Как видно на кадрах, всю силу удара приняла на себя Лада Калина, ехавшая со стороны Арска в направлении Казани. Отечественный автомобиль после удара отлетел на Hyundai Solaris, который следовал за ним. Водитель Калина хоть и получил травмы, но посчитал, что они не опасны для здоровья. И от госпитализации отказался. Он рассказал, что видел несущуюся на него машину, хотел уйти от удара, но сделать уже ничего не успел. Я взял вправо, и весь удар пришел в левую сторону. По какой причине водитель «семерки» оказался на полосе встречного движения, стало ясно после осмотра его автомобиля. Передние колеса у него, это передние. Люди сказали, которые на колонии ехали, он, говорит, оттуда уже с Казани, говорит, вилял вот так. Сейчас разбором этого происшествия занимаются следователи. Анна Городнова, Айрат Назипов, Ильна Архатыпов. Вызов 112. Прокуратура предложила переквалифицировать статью, обвиняемому в смерти сотрудника ГИБДД 31-летнему Артуру Сотрудинову. Напомним, трагедия произошла в ночь с 26 на 27 апреля этого года. Автоинспекторы преследовали БМВ, не подчинившиеся требованию об остановке. На перекрестке улиц Декабристов и Волгоградская иномарка врезалась в патрульный автомобиль. Один автоинспектор погиб. В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа». Последнюю прокуратура попросила заменить на нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Также гособвинение попросило суд приговорить сотрудников к 8 годам колонии строгого режима с учетом условной судимости за хранение наркотиков. Приговор ожидается уже на следующей неделе. Убийство 33-летнего мужчины в Нижнекамске раскрыто. Напомним, неделю назад в собственной квартире его тело с ножевым ранением в спину обнаружила супруга. Следователи проверили ее версию произошедшего и нашли несостыковки, после чего задержали по подозрению в убийстве. Что заставило женщину схватиться за нож, расскажет Рамиль Шайдулян. Тело мужа с ножевым ранением в спину 15 ноября обнаружила его супруга. Следователи уверяло, он пришел домой раненый и умер у нее на руках. Нападавшего описать не успел, но следователи усомнились. Следов крови в подъезде не было, и 35-летняя женщина уже покушалась на жизнь супруга. В марте она ударила мужчину ножом, попала в позвоночник, рана оказалась несмертельной. Тогда уверяла, что муж пил и сильно ее избивал. Ее судили за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Следователи уверены, смерть мужчины это дело ее рук. Я в господина написал добровольно, то есть указал, что каким образом она совершила данное преступление в ходе допроса. И в последующем, в ходе проверки показаний на месте, показал, каким образом она унесла удар. Соседи в день трагедии ничего не слышали об убитом молодом человеке, и его супруги практически ничего не знают. Молодые люди переехали в этот дом всего полгода назад. Только знали, что у них есть 4-летний ребенок. Один раз видела женщину, ушла. Эти ушли мои, в садик ушли, они ушли, все. Тихо жили, не знаю, вообще не слышали. Неделю назад мы пытались поговорить с супругой убитого и узнать подробности произошедшего. С нами она разговаривать не стала. Сейчас выясняются все обстоятельства преступления. 4-летний ребенок находится у бабушки. Женщине предъявлено обвинение по статье убийства. Сегодня в городском суде для нее была выбрана мера пресечения. Адвокат и помощник просили оставить женщину под домашним арестом. Следователь настаивал на заключении под стражу. Заключение под стражу в костюмином пресечении применяется в суде на решение отношений. Подозреваемая обвиняет на совершение преступления, на которое уголовное законодательство наказано и решение свободы на 40-60 лет. Подозреваемая не смогла сдержать слез. Скорее всего, она надеялась остаться на свободе под стражей. Женщина пробудет до 15 января. Рамиль Шайдулин, Лилия Егорова, вызов 112. В центре Казани, в доме на улице Бамуна, частично обрушилась крыша. Инцидент произошел рано утром. По счастливой случайности никто не пострадал. Прохожие, услышав грохот, успели отскочить от падающих кирпичей едва ли не в последний момент. По поручению прокурора республики Ильдуса Нафикова будет проведена проверка работы управляющей компании, обслуживающей это здание. В Лайшевском районе спасатели сняли с оторвавшейся льдины 78-летнего рыбака. Все произошло в районе 7 часов утра на реке Меша возле деревни Старая Пристань. Несмотря на сильный ветер, плохую видимость и метель мужчину обнаружили в километре от кромки льда. При помощи судна на воздушной подушке рыбака оперативно доставили на берег. На пенсионера составили протокол по статье нарушения правил охраны жизни людей на водных объектах на территории республики Татарстан. Вместо штрафов предупреждения и подарки. Сегодня сотрудники госавтоинспекции вместе с муниципальными служащими провели рейд под названием «Приготовься к зиме». Внимание, стражи порядка. Привлекли водителей с грязными номерами, а также те, на чьих автомобилях отсутствовали знаки шипы. Что из этого вышло, знает Илья Хайруддинова. Водитель автомобиля МОСДАС, примите вправо и остановитесь. Причина остановки в грязных номерах и в отсутствии знака шипы на заднем стекле машины. Но сегодня решили обойтись без наказания. Даже наоборот. Сегодня совместно с муниципальными служащими мы проводим мероприятие «Приготовься к зиме». Водителям, значит, в качестве подарков дарим памятку водителям. Знак шея, так как он у вас отсутствует, скребок и незамерзайку. Правда, нарушения устранять все же пришлось. Причем прямо на месте. Такому повороту событий многие водители были только рады. Ну, вместо протокола все же приятнее. Водитель, примите вправо и остановитесь. Уйти от взора госавтоинспекции не удалось никому. Лучше, чем протокол, такие подарки, как считаете? Конечно. А нарушать больше не будете, да? Нет. Большинство автомобилистов по наблюдениям автоинспекторов ездят без знаков шипы, считая, что необходимость в нем отпала. Хотя по закону все еще должны. В настоящее время никаких изменений в правилах дорожного движения, касающихся знака шея, нет. Поэтому все остается по-старому. Необходимо размещать знак шея на заднем стекле транспортного средства в левом верхнем углу. В противном случае водителю могут вынести предупреждение или же выписать штраф в размере 500 рублей. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Эльна Архатыпов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.